По статистике, менее 2% населения когда-нибудь держали в руках клюшку для гольфа. Но именно этот вид спорта давно интересует серьезных инвесторов в Европе и Америке. Гольф почему-то не получил развития на Украине. В России он динамично развивается. Более 15 клубов уже существует. Мы вступили сейчас в Российскую гольф-ассоциацию. Создали два подразделения в Севастополе и в Симферополе. Гольф считается увлечением элиты. Именно из-за такой репутации стояли появляться гольф-клубы в крупных городах Украины и России, где живут люди с хорошей платежеспособностью. А по сути придумали гольф шотландские пастухи, которые загоняли шарообразные камни в кроличьи норы при помощи пала. Крымские фанаты гольфа собрались на первый кубок Крыма по гольфу в Бокчисарайском районе и любят игру вовсе не за статус, а за философию. Через гольф человек строит свои отношения с окружающей средой, с миром. Мы как раз собираемся своим движением разрушить этот миф, что гольф занимаются только богатые люди. Уже существует определенная инфраструктура. Она, естественно, на стадии начинания. Но учитывая, с каким энтузиазмом и любовью это все сделано, хотелось бы пожелать организаторам и тех, кто вложили свой труд, огромные средства в то, что это все красиво, это все действительно вдохновляет на то, чтобы гольф действительно, этот шикарный вид спорта развивался. Очень интеллигентный вид спорта, очень спокойный, очень размеренный. Ну, я же говорю, самое главное, что он отвлекает от тех постоянных напряжений, которые существуют в бизнесе, в работе и так далее. За последние 50 лет в США и Европе гольф из игры эльтарной перешел в разряд доступный. Во многих странах занятия гольфом стали дополнительным уроком уже в школьной программе. В США примерно 20 тысяч гольф-полей, в Финляндии несравнимо меньше, более 100. Но часть полей муниципальные, а значит, доступные людям. В России первый гольф-клуб открылся еще в далеком 88-м. Шансы есть, не то, что все так безнадежно. То есть надо заниматься детским гольфом в первую очередь, сделать гольф более доступным, чтобы люди его не боялись. Потому что в России, когда, ну, в Советском Союзе еще, это все делалось на Украине, это не исключение. То есть я всеми этими полями так или иначе занимался, или пока не менее очень хорошо с ними знаком. Гольф преподносится как что-то очень дорогое и непонятное в то же время для людей. А это, в первую очередь, увлекательная игра. Александр Степанов – обладатель редкой профессии гольф-архитектора. Живя в США, он окончил знаменитую гольф-академию в Сан-Диего. Построил гольф-клуб в Харькове, который считается лучшим в Украине. Мысли о Крыме были всегда. Честно говоря, все эти проекты, что в России, что на Украине, идут достаточно сложно. Сложно, потому что развивают не гольф как вид спорта, а культ времяпровождения богатых. Здесь стали продавать образ жизни, связанный с гольфом. А это как бы вытекает из гольфа. Но это в основе лежит сама игра, которая очень увлекательная, интересная, очень сложная игра. Я во все игры практически играл, в американский футбол, в бейсбол. Поэтому мне есть чем сравнить. Гольф очень сложная игра, если хорошо в нее играть, конечно. Да, конечно, есть клюшка, которая стоит полторы тысячи долларов. Но это клюшка для профессионалов. Для того, чтобы научиться гольфу, можно обыкновенной боевую клюшкой, которая продается даже уже у нас в Крыму. Клюшка стоит 10 долларов. До 2008 года создание гольф-клубов в России являлось невыгодным для инвестора проектом. На это было несколько причин. Первая – высокая стоимость аренды земли, которой нужно много. Только для размещения полноценного гольф-поля на 18 лунок – 100 гектаров. Арендные платежи за землю делали срок окупаемости более 15-18 лет, а это значит, что использовать кредитные деньги невозможно. Второй момент – высокие затраты на само поле. Например, стоимость создания одной лунки в Европе стоит порядка 100 тысяч долларов – от проектирования до реализации проекта. Соответственно, для 18 лунок стандартный минимум уже почти 2 миллиона долларов. Немаловажно, что до 2008 года само законодательство ограничивало площадь, которую можно использовать не под само поле, а под инфраструктуру – всего 7% от территории поля. Прибыль клубу приносит не поле как таковое, а его инфраструктура. Коттеджи для отдыха, спа-комплексы, клубные дома – именно эти доходы позволяют уже потом окупить само гольф-поле. Если мы сейчас уберем стоимость земли, которая может варьировать, ну, реальные цифры – это 2-3-4 миллиона долларов США. Это реально. У нас все проекты по России – это 15-20. То есть это завышено в 3-4 раза. Понятно, что есть там поля разного уровня, так же, как дом можно построить из разного материала и так далее. Но, то есть, если мы говорим там 5-6 миллионов долларов – это поле экстракласса мирового уровня. В Крыму неоднократно заявляли о разных проектах строительства гольф-полей, но ни один из них так и не стал реальностью. Да, я в больше половины из них участвовал и продолжаю участвовать, поэтому я очень хорошо все это знаю изнутри. Вот пока что даже не пахнет. Тогда примерно, что и сейчас. Никто не хочет на сегодняшний день делать такие инвестиции. Там были разные истории. Кто-то хотел просто получить под предлогом гольф-клуба землю, потом ее дербальнее распродавали. Такие были варианты. А в основном просто разговоры, разговоры, разговоры. Любое строительство в России, на Украине, преследует целью не конечный результат, а саму стройку. Вечное, нет, просто финансирование, доступ к финансам. То есть, чем стройка дольше длится, тем лучше. То есть, это как бы, это как и в другой сфере. Бахчисарайский район – один из лидеров по количеству объектов зеленого туризма. Это не только потому, что береговая полоса здесь короткая, но и благодаря прекрасным предгорным ландшафтам. Шанс на развитие зеленой туризмы получил во многом благодаря энтузиазму и личным инвестициям тех, кто когда-то решил рискнуть. Вот если честно говорить, наверное, лет за 15, которые я первый раз услышал о том, что в Крыму будет какой-то там комплекс спортивный, в котором будет гольф проходить, это было, ну, точно, наверное, лет 15. Реально, я же говорю, на гольф попал три года назад. И то попал здесь к человеку, который только на собственном головном энтузиазме сделал этот вид спорта, по большому счету. Потому что это требует достаточно колоссальных вложений, если это делать серьезно. Это требует очень, помимо финансовых вложений, это еще и требует, чтобы сразу появилась какая-то клиентская группа, которая будет постоянно там принимать участие и так далее. У нас в Украине, насколько я знаю, на сегодняшний момент, ну, там не больше пяти гольф-полей вообще было. В конце 80-х здесь было только бескрайнее поле и стадион, никакой инфраструктуры. Для развития нужны были вложения и вера в результат. Начинать пришлось в непростые 90-е. Тогда еще можно было говорить только о футболе, но вот идеи с гольфом вряд ли бы кто-то понял. И в течение пяти лет у нас образовалось уже гольф-сообщество. Люди регулярно приезжают, получают удовольствие. Мы стараемся поддерживать инфраструктуру. Скажу, что дешево мне это обошлось. Это скажу, что это неправда. Ну, достаточно средств вложили. Сам принцип существования гольф-сооружений во всем мире. То есть они существуют, выживаются за счет недвижимости, за счет инфраструктуры, то есть не на игре в чистом виде. Если мы говорим про Россию, про Украину, этот путь совершенно не имеет никакого будущего, потому что очень мало людей играет в гольф. То есть на обороте, на количестве раундов никакой проект здесь не вытянет. Развитие гольф-индустрии – еще одна возможность для туристического Крыма. Главное, чтобы такие проекты развивали не любители быстрой прибыли, а энтузиасты самой игры. Здесь ситуация такая, что первый же мой шаг – это было сотрудничество с Российской гольф-ассоциацией. Мы уже проговорили условия наших совместного сотрудничества. Они спустили к нам ряд документов. Предлагают нам сейчас защитить программу государственную, по которой будут выделены ставки тренеров. Мы должны через Министерство спорта Крыма зарегистрировать сейчас Единую Федерацию. Если это по этапам, степ по степ, шаг за шагом, это путь, по которому мы будем идти и развиваться.